Обожаю молоко. В этот раз я попытался собрать абсолютно все новости об этой презентации и рассказать вам это все в одном видосе, поэтому перед началом видосов было бы неплохо если бы вы поставили лайк для поддержки, спасибо. Начнем с того, что 23 июля опять же по слухам возможно состоится та самая масштабная презентация Microsoft, на которой нам должны наконец-таки показать все труды новых купленных студий. Для тех кто в танке, для тех кто не читает наши новости в группе вконтакте, напоминаю, что Microsoft в прошлом году объявила, что она купила множество студий и теперь эксклюзивных игр для консоли Xbox One будет ну просто вагон. Даже поговаривают, что каждый месяц что-то будет выходить. И да, если вы вдруг до сих пор уверены, что эксклюзивов консоли Xbox не существует, то закройте этот видос и идите нафиг, ладно? Сразу скажу, что нет точного плана того, что нам покажут, о чем расскажут и тому подобное, все что будет перечислено это лишь слухи, но некоторые из них по мнению большинства они очень правдоподобные. Короче, верить или нет, это дело ваше. В принципе ни для кого не секрет, что данная презентация должна будет посвящена только играм. Да, какие-то сюрпризы будут еще, но в основном все-таки будут игры. Но какие? Ща расскажу. Кстати, напишите в комментариях, какие бы вы игры хотели бы видеть на этой презентации. И начну с первой игры, которая по-любому появится на этой презентации. Hellblade 2. В принципе, это ни для кого не секрет, какого-то анонса не будет, но думаю, что будет полноценный геймплей. Вообще, майки должны восстановить репутацию после Xbox 2020, в котором они должны были показать геймплей, а в итоге они показали лишь геймплейные трейлеры. Ну, вообще офигели. И для того, чтобы, так скажем, поднять репутацию, я думаю, что на этой презентации они как раз таки будут показывать практически только геймплей. По-любому тизернут новую Forza. Без понятия, какой именно, Horizon или мотоспорт, но я все-таки больше склоняюсь к мотоспорту. Поскольку она чаще всего показывает некий NextGen, это прямой конкурент Gran Turismo, и Horizon 4 вышел не так давно, чтобы анонсить следующую часть. Вообще, по сути, Forza – это одно из преимуществ консоли Xbox One. Кто согласен, ставьте лайк. И поэтому, мне кажется, что без Forza, ну, по-любому на этой презентации не обойтись. По-любому что-то должно быть по вселенной Gears. Я все-таки ставлю на то, что покажут Gears Tactics для консоли. И, возможно, какой-нибудь спин-офф про Дейла. Вообще, за этой серией очень слежу, читаю всякие интервью и очень жду продолжения, поскольку очень сильно интересен финал новой трилогии. И учитывая, что Gears 5 получилась немного халтурной по отношению к четвертой, думаю, что Coalition не сидела сложа руки и готовит уже что-то новое по этой вселенной. Насчет Gears Tactics я почему-то уверен даже на 99%, поскольку майки не обещали, что они покажут только новые игры, и какого-то анонса для консолей Xbox One связанной с Gears Tactics не было, поэтому ждите его. Battletoads, скорее всего, также посетит эту выставку, поскольку после E3 про нее ничего не было слышно, ибо рисовку многие засрали, засрали и саму игру, поскольку она выглядит ну вообще не привлекательно для многих. И думаю, что все это время игра доводилась до ума, и возможно даже была перерисовка. Но поскольку реальный стиль выбрали они ну такой себе. Короче, чтобы все вспомнили об этой игре, я думаю, что ей уделят внимание и назовут наконец-таки точную дату релиза. Также к этому слуху подкрепляя скорый выход Xbox Series X, ждите, что на этой презентации объявят, что данная игра будет идти в 4К и 120 фпс. Ну поскольку это некая фишка данной консоли. Некий перезапуск Perfect Dark также в этом списке. Про эту игру ходило много слухов и скорее всего это одна из игр новой студии, а конкретно The Intiative. Признаться, о игре я вообще ничего не могу рассказать, поскольку я не знаком с франшизой. Честно, если анонс все-таки состоится, мне будет на него пофиг, поскольку я опять же повторяюсь, я не знаком с этой франшизой и знакомиться как-то с ней я не очень-то и хочу. Если вы вдруг играли в какую-нибудь часть Perfect Dark, то напишите в комментариях как вам и чем цепляет эта франшиза. Думаю, что по-любому не обойдется на этой презентации без Halo Infinite. Ее анонс был в прошлом году на E3 и эта игра должна будет выйти в конце этого года сразу же с выпуском Xbox Series X. И на мой взгляд, логично в этот раз показать нам то, что ожидает нам в этом проекте. От Halo, если честно, я не фанатея, но посмотреть на нее мне интересно. Надеюсь, что в этой игре будет кооператив, ну а также такой же прикольный мультиплеер как в Halo Guardians. Но кооператив я жду больше всего. Cuphead скорее всего также посетит эту презентацию и нам покажет дополнение. Кстати, анонс дополнения был тоже анонсирован год назад и по сегодняшний день о нем тишина. Возрождение Fable. Но тут только ленивый не читал слухи, не читал новости про нее и с вероятностью 99% нас ожидает какой-нибудь перезапуск или пересмысление данной франшизы. И, если честно, я рад, поскольку я кайфую от этой вселенной. Я прошел вторую и третью часть, я прошел игру на Kinect. И я, в принципе, рад тому, что нас, скорее всего, ожидают новая игра по этой вселенной и надеюсь, что она будет топовая. Прям очень надеюсь. Также, скорее всего, нам покажут Microsoft Flight Simulator и, возможно, какие-нибудь игры сторонних студий. Я думаю, что это будет геймплей Ассасина. Также я думаю, что будут игры по типу тех, которые были показаны на Xbox 2020. Все перечисленные игры могут показаться не такими новыми. Да, действительно, это так, но Microsoft не обещал, что на этой презентации она будет показывать только новые игры. И, скорее всего, некоторые перечисленные мной игры будут воткнуты для массы, к сожалению. Если что, это обычная практика Microsoft, не удивляйтесь. Также я предполагаю, что каких-то скорых релизов не будет, кроме Halo и каких-то сторонних проектов. Но думаю, что будет дофига каких-нибудь тизеров, от которых мы просто офигеем. Ибо все любят тизеры и все на них клюют. Но клевать я крайне не советую, поскольку тизер это одно, а игра может получиться совершенно другая. За примером, в принципе, ходить недалеко, тот же Battle Toads, а тизеры все офигели, а в итоге после геймплея чуть не обливались. Поэтому радоваться раньше времени, мне кажется, не стоит. Плюс из-за ситуации в мире, скорее всего, может что-то перенести или вообще поменяться. Что касаемо всеми ожидаемого анонса нового Xbox, то он также может состояться в июле, но по слухам, скорее всего, он все-таки состоится в августе. Но, на мой взгляд, кажется, что если нам все-таки на этой презентации объявят цену и скажут точно дату релиза данной консоли, то, в принципе, анонс нового Xbox очень-очень вероятен. И при таком исходе, ну, 99% его должны будут показать. Я очень надеюсь в это. Также обещается, что на этой презентации покажут новые аксессуары. Ну и, пожалуй, все. А нет, еще не все, точно. Думаю, что еще и подписки Xbox Game Pass уделят большее количество времени и, скорее всего, нам дизернут какие-то громкие анонсы на нее. Не знаю, как вы, но 23 июля я уже пометил в календарике, и если презентация реально случится в этот день, то мне придется отпрашиваться с работы, чтобы ее посмотреть. Надеюсь, у меня все получится и на моем основном канале, то есть на этом я проведу онлайн-трансляцию этой презентации. На этом, в принципе, все. Если кто-то знает что-то еще из новых слухов, то напишите их в комментарии. Также, если вам видос понравился, то ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение по этому поводу. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!